здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем золотой колосс и у нас продолжается все тот же день из прошлой серии но на самом деле не так много осталось сделать man сейчас ввозит грунт джесси бишка возит рыбный корм с базы можно в принципе посмотреть сколько им там осталось 251 куб остался рыбного корма на базе и где-то у нас вот тут вот должно быть садовый центр 413 кубов грунта осталось короче не так много чего вообще я включил запись у нас сейчас на часах четыре часа вечера почти если мы заглянем строительную фирму то мы увидим что рыбный цех построился на 99 процентов то есть вот через 11 минут он уже построится и нам нужно отвезти мальков купить и отвезти делать будем с помощью нашей вот этой вот платформы как обычно правда съездить нужно будет два раза корма нас покупается вот здесь вот территории находится за ангарами около риса с этой стороны будут спаунится поддоны поэтому подгоняем наш урал включаем автор погрузку и может быть сейчас даже это все дело будет работать сначала построить рыбный цех я не могу купить заранее поддоны боли но ладно тогда ждем 9 минут правда чего их ждать если есть волшебная перемотка времени мотаем 16 00 отлично и теперь можно купить поддон с мальком необходимо доставить мальков пруд за один час это мы сделаем без проблем и видимо я не очень хорошо там припарковался да да всего мы можем сейчас выпустить 100 тысяч мальков в одном таком поддоне 5000 судя по простой математике нам нужно 20 поддонов на платформу нас влезает 10 поэтому придется скататься два раза и он их не покупает ну зараза же ну ешкин так вот о пошла родимая все прицеп заполнили еще три штуки стоит ща быстренько отвезем и мальков мы выгружаем вот тут а как вы понимаете два раза уже съездил я вот только единственное друзья не знаю имеет смысл первоначально загрузить им корм или же без разницы но мы загрузим сначала корм смотрите-ка у нас сюда влазит 100 тысяч единиц этих самых мальков корма влазит довольно много да кстати наверное надо склады нет их видеть не надо ничего подсоединять кормушку заполним на 100 тысяч один к одному там надо по моему или пускай 150 тысяч ладно 150 тысяч мы заполним кормушку сейчас и выгружаем черт они не выгрузились вот как так ладно автогрузка на автозагрузка да автопогрузка наше все выгружаем последний давайте эти тоже так вот с помощью автопогрузки переместим потому что меня откровенно впадло их сейчас тягать руками гораздо проще сделать вот так а потом подъехать вот так и выгрузить вот так с первого раза у нас ничего не получилось сделаем второй раз и третий черт поддон забагался есть вероятность что да чем попробуем это проверить то вот он стоит вот зараза и автопогрузка о зацепила его автопогрузка отлично да с этим надо быть осторожным ладно падла я те руками перенесу все готово смотрим значит что у нас по рыбхозу 96500 64 понятно кто то сдох по пути это нормально такое бывает вроде как они с кормом полдня всего будут находиться в первом пруду сейчас каждый малек весит по 10 грамм в общем то они будут расти потихоньку от массы всей группы тоже растет и после чего переведутся во второй пруд когда они переведутся во второй пруд в первый можно будет заполнить еще мальков хотя с другой стороны может быть это не будет иметь смысла потому что во втором пруду им тоже долгое время придется кантоваться до 1 пруд 12 часов 2 пруд 36 часов ну да ладно будем следить как их переведут закинем хотя смысла в этом нету наверное имеет смысл закинуть следующую партию ровно через сутки через полтора суток 4 утра посмотрим вот далее друзья что я буду делать сейчас у меня автодрайв довозит вот это вот все дело я перемотаю время и займусь уборкой полей сделаю это все наверно завтра на работе кстати 21 поле нам не продали вот этот вот глушков илья отказался ублюдок малолетний простите вырвалась вот короче он отказался продавать там это поле я недоволен но завтра сделаем другую попытку вот на уборке посеве я акцентировать внимание не буду потом расскажу просто что к чему сколько собрали и так далее я думаю это тут все понятно а вот так что то завтра а здрасте на утро доброе следующий день у нас наступил из самого утра я друзья начал уборку того что созрело и если мы посмотрим карту я почти все до убирал осталось только пятое поле со свеклой 8 9 10 поле были убраны и вновь засеяны сои четвертое поле там была пшеница его я тоже убрал и засеял овес но и рисовые чеки вот я убрал не засеял еще соответственно у нас не созрело еще поле с морковкой но уже скоро где-то через полчаса может чуть больше оно должно созреть не созрело еще поле 22 с пшеницей и не созрели еще три рисовых четыре рисовых чека в общем созреют ночную уборку а пока да убираем свеклу и сейчас посмотрим я чё куда будем возить что куда будем распределять а ну конечно же надо поставить сейлку которая будет сеять у нас рис да кстати семена канола у нас закончились надо это сейчас будет исправить так ты у нас едешь начинаешь с поля номер 12 и генерируем ему маршрут как обычно вот отсюда 4 поворотных короче все как обычно до волну такой поле 12 курс play единственно на парковку те ехать не надо пока разгрузка наполнения просто и оставляем потому что все поля надо будет засевать рисом вот значится да также ездит сейчас же сибишка на садах перегружает из компостной ямы на склад компост не знаю зачем но мне так захотелось выполнять обезьянью работу давайте посмотрим что мы кстати собрали сои мы собрали 179 кубов с этих трех полей пшеница с четвертого поля 120 кубов мы собрали и еще будет с двадцать второго поля до овес еще остался раз пошла такая пьянка можно запустить завод цех рыбного корма с дым погнал работать молодец да кстати раз уж мы заговорили о заводах чё это я завод соков и джемов выполнил свою работу джема получилось 300 кубов сока почему-то получилось 290 кубов не знаю чем это связано потому что но я посчитал и все было нормально мы делали сок из овощей на 300 кубов по 125 я отвез всего по 150 или я отвез 125 не из 5 125 было бы больше разбежка было бы 250 до черт надо посмотреть точно ну да было бы 250 по таким подсчетам но ладно принципе в принципе можно вот 9 кубов отвести чтобы было четкое количество кто-то пропал сок мне казалось его 300 сделалось черт ладно хочется что все было четко поэтому постараемся сделать что все было четко давайте посчитаем сколько нам точно нужно отвести туда морковки мы должны получить 9 кубов и 275 литров сока пускай будет 9 кубов 274 мы должны отвести туда 4 куба 637 литров морковки сейчас сюда приедет наша возилка которую мы туда и отправим ладно пока ей давайте еще посмотрим что у нас еще интересное сахарный завод тоже закончил свою работу у нас есть 310 кубов сахара 240 кубов нужно на 600 кубов джема в общем сахар мы весь свеклу точнее всю соберем отправим дальше на переработку жмых надо будет продать как-нибудь это ладно это понятно также друзья кстати у нас сегодня недоступен паровозик нельзя выбрать маршрут зайдите в локомотив короче сейчас производятся эти работы там ремонтные 40 часов еще до конца ремонтных работ поэтому на паровозике покататься мы не сможем но у нас есть вот такая вот классная штука которая может попродавать наш сок и джем я думаю имеет смысл ее отправить покататься почему бы и нет да по поводу ой блин слушайте я тут ладно буду стараться по порядку потому что от темы к теме пересекаюсь перебрасываюсь ты приехал а это другой приехал где трактор ездит да по поводу риса рис который весь отвез весь переработался весь уехал обратно на склад и его у нас уже дохрена миллион сто двадцать пять кубов сейчас соберем еще еще отправим на переработку вероятно два состава поезда у нас будет на продажу в следующей серии следующей серии видимо опять у нас будет большая распродажа потому что и сока намутим и джема намутим и овощей много будет и всего-всего будет много где трактор я не понимаю вон он едет уже что еще мы сделала рыбка 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 вообще кстати по животу 11 процентов ой беда на мой благо можем все теперь одной кнопочкой точнее не 1 я просто кнопочки по нажимать и все кормушки по заполнять потому что у нас рядом стоят склады и все прекрасно все хорошо во все все у всех все хорошо что у нас там старых коровок нету есть 500 продуктивных короче с коровками все нормально с овчарней тоже все нормально здесь 23 процента не обращайте внимание у нас молодых все равно пока нету они подрастающие только на следующий день может быть станут продуктивными половина из них это не факт и только потом они начнут размножаться это их немного будет и короче этого молока хватит по поводу птицефермы я тут потихонечку закидываю в инкубатор всех вот этих вот чтобы размножались наши птички есть старых у нас немножко их можно в принципе на мясо забить 2 760 забить все соответственно сейчас еще вылупятся цеплят и еще один поддон можно будет закинуть тут все хорошо по поводу рыбки наша рыбка уже перевелась во второй пруд первый пруд по сути дела свободе но я его сейчас заполнять не буду потому что потому что не хочу рыбного корма у нас 228 кубов там на складе я ищу в пруд тут 146 высыпал 147 тут осталось короче с кормом все хорошо рыбки перевелись и наверное не знаю завтра утром первый пруд заполнил надо как-то выбрать правильное время перевелись они совсем недавно вот у них масса 530 грамм 1 рыбинки масса всей группы 50 тонн и они еще будут расти до третьего пруда а в четвертом пойдут на икорочку в общем посмотрим потом так все вроде все рассказал запал так 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 сколько мы там должны были заполнить вот я уже забыл да и вы тоже забыли эти цифры точные но благо они вот здесь остались 4637 4637 заполняем морковь и ты у нас поедешь на склад один выгрузка шуруй и производи нам последний вот этот сок вот на провозе ким покататься сегодня увы не сможем поэтому так как нам нужны денежки нам придется все равно что-то попродавать в общем то тот сок и джем который мы сегодня сделали подготовили к сегодняшней серии мы его весь продадим как я уже сказал единственный косяк он тут лежит на разных складах клубника огурцы мед джем сок как-то но не в неравномерно распределилась что-то на теплицах что-то на саде плодовых деревьев причем то на одном то на втором не объясняли как это работает примерно но в общем-то и по-другому никак был бы поезд вывезли бы сейчас все одним махом но не судьба так у нас есть 300 кубов джема давайте посмотрим куда мы его повезем джем 205 кубов можно высыпать на жд-станцию бокс 4 по 7000 охренеть ценник значит ты дружище едешь с восточного тепличного комплекса втк загрузка товаров и едешь на жд-станцию бокс номер 4 и повезешь ты конечно же джем 6 поездок это будет 180 кубов туда влазит 205 пойдет давай друг катайся также друзья кстати я совсем забыл у нас там контракт появился да ребят нам еще сегодня придется с садами поиграться поэтому наверное сами довезут это высыплю и поедем и поиграемся опять много времени на это уйдет но я это показывать уже не буду там понятное дело под все компост высыпать под все деревья и политик он той химии у нас там поливал к есть я щас это быстренько друзья сделаю и мы с вами встретимся опять значит друзья что у нас происходит 8 22 утра во первых я закончил работу в садах не всю только компост только компост я закончил и везде у нас теперь удобрения сто процентов вот это вот защиты от насекомых защита от грибков на работе потом сделаю за кадром это уже все сто раз видели времени еще на это навалом также друзья ездит продается джем две поездки всего правда сделал товарищ но ездит продается по 211 тысяч с одного контейнера мы имеем уже есть миллион сто шестьдесят четыре также друзья у нас созрел окончательно бесповоротно весь урожай и соответственно пятое поле здесь ездит чизеля и все это дело чизелят короче они молодцы я фору дал поэтому второй только сейчас поехал первую же половину сделал а на соседнем поле уже вовсю убирается морковочка в общем-то пускай убирается в течение дня потом когда будет свободное время когда освободятся какие-нибудь ребята потому что я щас опять тут техники на запускаю миллион будет все плохо так вот освободятся ребята свеклу отвезем на сахарный завод и она вся переработается в сахар там будем смотреть что к чему наверное засеем и все морковкой есть у меня такое предположение но я еще пока не решил еще есть время подумать также кстати на соседнем поле это не нашем поле какой-то товарищ посеял подсолнечник и очень кстати он это сделал он сейчас стал третьей стадии то есть цветение я пасеку наш перегнал сюда пускай собирают короче пчелки нектар или чего они там собирают и делают нам мед с этим понятно также друзья что из такого из более менее интересненького контракт есть о котором я забыл в прошлой серии сказать но думал уже ладно на паровозике покатаемся отвезем ресурсы значит чё за контракт я взял времени еще навалом поэтому все нормально 255 кубов консервированных овощей и у нас есть все ингредиенты кроме лука правда но для этого надо сделать заказ на производство закажем 260 кубов чтобы было круглое число заводы консервный завод заказа на производство консервированные овощи нам нужно допустим 260 кубов для этого нам надо привести 90 кубов томатов 90 кубов огурцов и 6 кубов морковки так как мы на паровозике это все делать не сможем придется использовать контейнер на морковку на кузовном этом сам я уже послал сюда нашего класса сейчас он сюда приедет моего загрузим и отправим время выполнения 33 часа то есть завтра после обеда все будет готово а завтра вечером получается под вечер но ничего страшного в общем-то успеем оплачивать эту доставку нас есть часто за доставку сырья это на самом деле не очень много потому что сейчас еще надо будет помучиться сделать автодрайв грамотный вот этому товарищу смотрите ему четыре раза надо будет съездить с теплиц там где загрузка товаров на консервный завод склад по моему так называлась эта штука здесь пускай стоит мед и 4 поездки моему ставим а далее друзья а да надо еще знаете что сделать надо еще поставить отвозить при уровне 30 процентов а дальше друзья в бой вступает автогруз главное найти этот контейнер правильно сейчас это этот вот этот нам нужно загрузить из склада огурцы с втк товарный склад один раз сначала он делает это и рассказывает нам об этом потом друзья он это все выгружает но там и без автогруза вроде как это работает потом он везет огурцы еще одно задание один раз только не 60 кубов а 30 вот такой вот хитрый план это же самое проворачиваем мы с томатами вот такая товарный склад один раз и еще один раз то же самое те же самые томатики томат и вот таком и на этот раз 30 кубов тоже один раз и расскажи нам об этом вот такое задание моему сделали все запрограммировали и в общем то его отправляем то что здесь стоит мед он все равно загрузит то что мы ему сказали в автогрузе и все будет у него хорошо вроде как эта система должна работать и раньше я таким промышлял и это работало после этого он приедет на теплице и мы там пообщем-то поразвлекаемся 57 минут у него есть чтоб четыре раза съездить но там в принципе все в одном районе поэтому должно быстро все это произойти у него так что давай товарищ щеть не подведи но если что я ему там помогу это не проблема теперь вопрос за таком где наш грёбаный трактор на котором я морковку собирался отвести нету его пока ждем этот контейнер потом поедет помогать продавать сок и продавать джем кстати говоря уже сок переработался то что мы там копейки сделали можно посмотреть что у нас получилось нам нужен завод завод соков и джема в 297 133 то есть но что-то как-то неправильно она считает ладно пофигу что поделать как есть так есть но блин трактор то давно уже приехал и ждет пока мы ему скажем что делать а мы ему говорим ехать и выгрузиться на консервный завод консервный завод овощи по моему туда надо еще шесть кубов сначала туда загрузить морковки не очень много получилось морковку друзья я тоже отвезу вообще всю что мы собор а а наш еще собирается так что пока отставить консервный завод овощи он ездит сейчас туда разгружается и после этого едет парковаться пока он не нужен и так много техники работает боюсь опять все заглючит это будет неприятненько вообще вот это поле да убирается надо игру будет перезагрузить на всякий случай бедолага страдает в горку здесь пытается сократить путь но у него не очень хорошо получается так друзья пока еще есть время погнали в риэлторское агентство сходим пробуем еще раз купить 21 поле может быть имело смысл конечно провернуть сделку с монетами но четко как-то не захотелось по страх двигается к зс пусть двигается из компостом самое главное поехал так вот она риэлторское агентство что тут бегаю и заблудился я хотел поле 21 выкупить попытаться еще раз делаем еще раз запрос и ждем вообще деньги появятся можно будет еще что-нибудь посерьезнее прикупить но я думаю что уже смысла особого нету потому что скоро конец завершения этой карьеры 9 21 утра друзья у нас убрано шестое поле пока что посев уборку остальных полей я приостановлю и есть дела поважнее а именно во первых теплицы на наших тепличках уже отработан на грунт поэтому мы его выгружаем весь абсолютно и сейчас загрузим свежий который мы купили прошлой серии и все загружаем все хорошо у нас и сколько денег на это тратится ладно деньги не проблема отработанный грунт потом за кадром в течение дня я вывезу когда освободится техника также 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 я перевез со склада то что разбросались по складам все сгрузил в одно место сок и джем вот 120 кубов джема у нас осталось надо их сейчас продать и сока 300 кубов сейчас короче этим займемся также на консервный завод у нас все отвезлось там началось производство 33 часа до хрена короче это дело можно закрывать на теплице будем сажать 4 поддона клубники и по одному поддону всего остального не знаю почему я так сделал но в общем-то сделал именно так товарищ давай едь продавай все это дело точнее саде мы же погнали настроим автодрайв на продажу надо сейчас это все по-быстрому продать сок и джем жалко паровоза нету паровоз недоступен это прям вообще беда также уже давно все сделал уже давно бы все продал значит смотрите а по ценам начнем с джема мы забили весь вот этот ж.д. станция бокс номер четыре немножко в 10 даже пришлось выгружать в общем-то все остальное повезем 10 бокс 4 поездки нужно сделать нашей пуме зачем я сюда прибежала я не знаю 4 поездки по 30 кубов она все это дело продает ой сначала заправиться и как раз счетчик не собьется отлично далее друзья смотрим по соку если есть в одно место куда отвезти сок а нету в одно место куда отвезти сок в общем-то в порт его надо вести на самом деле 115 171 слушайте тут прям как раз практически все туда и уйдет бокс номер 3 и бокс номер 7 надо это дело запомнить такс вот ты ты у нас будешь возить сок едешь ты порт бокс номер 3 две поездки будь добрый сделай с втк загрузка товаров все правильно после этого я его переставлю чтобы он в седьмой бокс все отвез и когда все это дело продастся мы встретимся это буквально вот буквально тут чуть-чуть совсем чуть-чуть я думаю что они быстро прокатаются я пойду заодно перед сном сполоснусь за это время короче подготовлю себя к сну скажем тогда 10 часов утра у нас друзья осталась одна поездка трактору чтобы продать последние 30 кубов джема и в общем то на этом можно подводить итоги у нас пришел ответ по поводу 21 поля поэтому погнали в риэлторское агентство я опять его пропустил посмотрим на что на этот раз товарищ глушков нам скажет а сейчас он согласен за 715 тысяч это по моему даже номинальная стоимость его отлично у нас появилась еще 21 поле и друзья коли у нас есть деньги и я бы хотел купить еще одно поле это будет поле под номером 19 в общем-то погнали посмотрим во первых на эти поля что там растет и в каком она у состоянии меня интересует 21 ух ты у нас тут морковка растет дохренища морковки находится на правда на последней стадии роста уже поле неудобрено поэтому давайте мы вызовем самолетик и его удобрим хотя бы один раз значится между сериями друзья это поле у нас созреет я его уберу и засею чем-нибудь пока я еще не решил чем также вот это справа поле пшеница это наше поле наша пшеница я его тоже уберу и сейчас расскажу куда пойдет это пшеница ну а 19 поле у нас владелец чугунок антона но не засеяно в общем то если он быстро ответить там в общем то его тоже чем-нибудь за 7 с друзья понятно а далее убрано у нас вот это поле здесь будет расти свекла на маленькое поле вот а это я посажу лук он нам тоже в общем то немножко нужен ну а также рисовые поля друзья я за кадром все это дело по убираю и все обратно засею рисом рис соответственно уберем отвезем на приозерский элеватор он там переработается и отвезем его на товарные склады с полями вроде бы все понятно посеять убрать посеять убрать также что еще я буду возить друзья за кадр во первых восточный тепличный комплекс отсюда надо увезти черт джема остался пол литра но да ладно отсюда нужно увезти отработанный грунт не проблема далее по поводу садов на садах у нас есть абрикос вишня и яблоки все это дело я переработаю в сок это в общем то тоже все очень просто все понятно а по поводу складов частности нашего собранного урожая своя пшеница и овес у нас сейчас перерабатываются в рыбный корм когда он весь переработается я его отвезу на склад рыбного корма рис уберем тоже отвезем на переработку тут все понятно тут в общем то все просто также друзья у нас есть мясо и куча белого риса из всего этого дела на мясокомбинате можно сделать какие-нибудь классные штуки меня больше интересует конечно же производство пельменей и производство плова покупать собственность мясокомбинат я не хочу поэтому мы сделаем заказ на производство сделаю я заказ на 600 кубов плова перерабатываться он падла конечно будет очень долго 300 кубов риса мы туда отвезем без проблем мясо 156 кубов мы отвезем без проблем фасованного масла у нас увы нету поэтому мы его туда не повезем морковка у нас есть будет ее прям очень до хрена лук друзья я тоже туда не повезут потому что разница на стоимость вообще никак не отражается то есть сделаем вот такой вот заказик сейчас этого делать не буду потому что сейчас это возить тоже все ничего не буду надо оперативно все будет делать а и это самое на пельмени я получается не смогу сделать заказ до сразу а что быстрее будет перерабатываться вообще больше хочу конечно пельмешков или может купить этот завод собственность скотобойня там своя будет любом случае есть еще вот такой вот заказ который я тоже хочу выполнить перед завершением карьеры я друзья обмазгую насчет мясокомбината в принципе есть деньги кроме или следующей серии они прямо их будет очень много в любом случае зачем я выращивал пшеницу в первую очередь именно для этой пшеничной фасованной муки мука пшеничная фасованная нам нужно 240 кубов ее заиметь то есть 300 кубов пшеницы нам надо как-то собрать надеюсь что будет столько с этого поля хотя сомневаюсь в любом случае заказ на муку я точно сделаю за кадром а даже если пшеница будет чуть меньше все равно можно будет заказ сделать надо 50 процентов хотя привести заказ будет чуть дороже но ничего страшного так товарищ ты там джем продавать собираешься он очень это к маршрут какой-то прям очень медленный хотя этот парниша за сегодняшнюю серию накатал больше 80 километров уже вот в общем то в принципе на этом наверное все планов громадье как обычно да и то что я сейчас засею уборку я тоже сделаю за кадром у меня потому что на работе будет свободное время чтобы подряд это все делать я думаю что за 89 часовой рабочий день сколько я там буду я это все дело успею сделать на этом друзья тогда у нас все подписывайтесь на канал чтобы не пропустить видосики потому что сейчас закончим и будет сезон по 22 ферме какой-нибудь если там карта какая появится нормально на примете в принципе ладно есть уже одна более-менее надеюсь к моменту съемок ее потрохи но допилят лайкучки комментарии тоже не забываем спонсором огромнейшее спасибо за поддержку но вам всем остальным друзья огромное спасибо за просмотр это хорошо как раз вот и продается наш последний джем еще 209 тысяч у нас на счету на общем то с вами был никита делай и всем пока кем